Уже как сообщает штаб АТО, вчера, 10 сентября, террористы открывали огонь только один раз. Как вы думаете, с чем связано это затишье? Почему снова затишье? Ну, во-первых, добрый день. Добрый день. Значит, с одной точки зрения, как говорят, слава Богу, что это затишье. Не гибнут люди, не калечатся. Немаловажный фактор. В то же время, на мой взгляд, здесь много причин этого затишья. Я бы, как военный человек, не сильно радовался бы этому затишью. Я потом позже об этом скажу. Здесь несколько причин. Первая причина, что все-таки грядет заседание Организации Объемных Наций в Нью-Йорке. И Путин там собирается быть, выступать и что-то говорить. А когда идет война, гибнут люди. И не ОТО, а война настоящая идет. То в этих условиях и в этом случае ему говорить, наверное, было бы сложнее. Это я поставил бы все-таки на первое место. Второе. Кто бы там как не критиковал, не жаловался о том, что нам плохо помогает Европа, Америка. Да, есть моменты, которые надо было бы активизировать. Есть моменты, можно было бы получить техники больше, особенно современной. Не обязательно танков, а вот разведной техники, беспилотников и прочее. Но, к сожалению, по разным причинам это не было сделано. Мы не получили. Но, тем не менее, Европа, Америка, нельзя сказать, что по сегодняшний день они нас бросили. Думаю, что и надеемся, что этого не будет. Потому что, если они нас бросят, то они в какой-то степени подставят и себя. Потому что мы понимаем четко, что если Путин проглотит Украину, то он на этом может и не остановиться. Поэтому вот эти факторы, безусловно, сказываются на поведении Путина. И я думаю, что была лично им дана команда. Не стрелять, я так думаю, потому что никто другой такую команду дать не мог. И она была бы просто невыполнима. Бандиты же не все слушают. В том-то и дело. Это то, о чем я хотела вас спросить. Помните, раньше, когда объявлялось перемирие и оно не соблюдалось, сразу после Минска-2 практически снова начали стрелять. И тогда Путин говорил, что они мне не подконтрольны. Так такие все-таки подконтрольны получаются? Вы знаете, даже я не знаю, как их этих людей назвать, которые могут поверить этому вашему, так сказать, выражению, что там кто-то Путина не послушает. Это полнейший абсурд. Поэтому герои по сегодняшний день, я думаю, там два человека, товарищ Путин и товарищ Иванов, глава администрации, это мое мнение. Тот дает команды, тот передает. Ну и третий Шойгу, конечно, безусловно, потому что там на Донбассе, кроме войск, 53-55 тысяч регулярных войск стоит на границе и около 9 тысяч внутри нашей страны. Это называется не террористы. Просто их никто не видит, но они там есть. Как в том анекдоте, помните? Ты Суслика видишь, нет, а он есть. А он есть. Вот так получается. Спасибо. Дмитрий Иванович, вы вначале сказали, я бы не сильно радовался этому перемирию. Что вы имели в виду? Ну, я имел в виду здесь то, что мы сегодня понимаем, к сожалению, длительное время не понимали наши политики, политиканы, что Россия всегда была угрозой для Украины на протяжении многих веков. И если бы наши были государственные мужи настоящие, которые понимали это, учли историю, знали историю, то этой войны и гибели наших людей могло бы не быть.